Добрый день, меня зовут Анастасия Миронова, я писатель, публицист, и сегодня хочу прочитать вам фрагменты своего романа «Мама о детях 90-х». Это сцена давки в магазине. Три подружки Саша, Анька и Светка отправляются за хлебом и их затаптывают в очереди. 1991 год. Дядя Толя снова побежал в толпу. Слышно было, как он кричит «Докончился уже хлеб!» «Там дети остались, и жена у меня пусти», — говорю, — «Я кому сказал? Это я тебя сейчас отсюда выкинул». В тамбуре он остановился. Саша видела вверх его шапки, за которую хватились чьи-то руки, и стали вволакивать дядю Толю на крыльцо. Из тамбра доносилась, — «Куда прешь без очереди? Да я под Новгородом немцев бил!» Дядя Толя было видно отмахивался. «Да я сам немец!» — «Пусти», — говорю, — жена у меня там. «Держи его, Егорыч! Я этому фашизюге!» Из тамбра выскочил дед в полушопке, зачеркнул руками снежную жижу и снова бросился в толпу. Наверное, хотел кинуть грязь в дядю Толю, но того уже не было слышно. Значит, влез внутрь. Какая-то женщина заорала. «Рехнулся дед! Сапоги мне все за глаз!» «Говорит, че немцев бил? Да я тебя сейчас!» В тамбре снова началась толкотня. Саша сняла шапку поправить расстрепавшиеся волосы. Расстегнула куртку, перевязала шарф, толчавший под шеей комом. В разорванный бок куртки поддувала. Налетел мокрый ветер со снегом, таким липким и грязным, будто его ни с неба несло, а поднимала и бросала в лицо затоптанной земли. Саша закуталась в шарф и долго стояла напротив входа. Ждала Аньку или хотя бы Светку. Но в крайнем случае, думала она, пусть выйдет дядя Толя и расскажет, что там. Но из магазина никто не выходил. Хотя казалось, что каждый нормальный человек должен был любой ценой вырваться из страшной давки на улицу. Саша подошла поближе ко входу. Там все так же толпились люди. Однако теперь они заглядывали в магазин не в нетерпении, а с тревогой. Взрослые тетеньки и дяденьки поднимались на цыпочки, чтобы рассмотреть внутри хоть что-то. Саша похлопала клетчатое пальто перед ней по спине. А скажите, пожалуйста, что там? Пальто отмахнулось от нее, как от мухи. Ну что там? Снова хлопнула его Саша и на всякий случай обратилась к женщине в искусственном полушубке. Та взвизгнула. Саша тоже, потому что ее от шубы сильно ударило током. Даже показалось, что шуба заискрила. Не выпускают никого, ничего не пойму, заволновалась женщина, стоявшая на носочках. — Дяденька, вы меня подсадите, я посмотрю. Там давка, у меня там подружки. Анька, Светка, дядя Толя там, тетя Оля. Ну, дяденька. Клетчатое пальто развернулось. Это был молодой парень, наверное, еще школьник или студент. Он подхватил Сашу на руки и только приготовился взметнуть ее на плечи, как с треском начала еще больше рваться в куртках. Обе полы раскрылись, веревка упала на землю. Парень испугался и хотел уже поставить Сашу на место. — Да, это мне еще в магазине порвали. Не волнуйтесь, — успокоила она. Наконец он подсадил ее на плечи, и Саша оказалась под потолком тамбура. Сверху ей виден был весь зал. У мясного отдела стоят замерзшие люди. А на полу, в какой-то странной позе, полубоком, раскинув ноги и руки, лежит Светка. Рядом милиционер. В одной руке у него ловоська с хлебом, в другой пистолет. Он размахивает пистолетом и что-то кричит. — Дяденька, дяденька, вы меня дальше по головам пропихните, там моя подружка лежит. И все стоят, боятся. Саша занервничала, сама еще не понимая, как это ее пропихнут по головам. — Дяденьки, дайте мне пролезть, я ее маму знаю. Ее мама на работе сейчас, у них там проверка. Саша заторобанила руками по плечам державшего ее парня. Снизу ее спросили. — А хлеб-то дают? Стоять ли? Че ли? Саша вытянул шею, чтобы получше рассмотреть прилавок. Он был весь заставлен тележками. А часть пригрыта перевернутыми поддонами. — Закрыли хлебный, — сообщила она вниз. Оттуда громким басом крикнула то ли старуха, то ли пьяница. — Расходимся за драйвер-люки. Мужчина рядом. Саша не взглядел, а в чем он был, так как сверху его всего закрывала лисья шапка. Возмутился. — А че они там стоят, как бараны? Ну, бараны, блин, сказали бы расходиться. — Дяденька, дяденька, а их там вроде не выпускают, — пискнула Саша, но ее никто не слышал. Несколько человек из тамбора ушли, в том числе дед в полушубке. Те, кто уже заступил на территорию магазина, не сдвинулись с места. — А давай-ка погляди, что там, — задолженно предложил парень в клетку и пересадил Сашу чуть ли не на лисью шапку соседа. — Ты куда лезешь, и... — размутился он. — Дяденька, ну мне туда надо, там подружка лежит, убили ее, что ли, а у нее мамы дома нету. Шапка подумала немного, подсадила Сашу и передала вперед. Так она по чужим плечам добралась до мясного отдела и уселась наконец на плечах какого-то круглого на ощупь мужчины в баллоневой куртке и шапке петушком. Тот даже не понял, что им передали, и покожно принял груз. Саша осмотрелась. Внизу действительно лежала Светка. Глаза их были закрыты. Рядом стоял милиционер. — Все, не двигаемся, ждем наряд, не с места, — я сказал. Тряс он в воздухе пистолетом. — Всех допросим, — затоптали ребенка. Саша сверху крикнула. — Это Светка Пащенко! Может, она живая? Вынести ее на улицу. У нее мамы дома нету. Милиционер посмотрел на нее растерянно. — Скорая приедет и вынесет. Мужчина в петушке обернулся, чтобы разглядеть Сашу. Тут же ее заметил дядя Толя. — Ну-ка, иди сюда! Он забрал Сашу к себе на плечи. — Ты что тут делаешь? — шикнула на нее тетя Оля. Она стояла рядом. — Так Светка же там! — растерялась Саша. Тетя Оля снова зашипела. — Светка у нее там. Мать придет к тебе, думаю, нет. Тетя Оля отвернулась, недовольно, подсокав языком. — Ну а что ж теперь делать? Никому не выйти. — Может, она и впрямь живая? — спросил мужчина. С петушком и шагнул Светки. — Я кому сказал? Все стоим, не двигаемся до приезда дешевной части, затрясся милиционер. — Начальник, да ты чего? Это ж ребенок. Мужчина, весив правду какой-то покатый, молча подошел к Светке, поднял ее на руки и понес над толпой. — Ты что творишь, сука? А если у нее перелом позвоночника или внутреннее кровотечение? — Если перелом, то умерла уже, и все равно. А если ей просто отдышаться надо, мы ее сейчас на ветерок и оживет быстрыхонько. Приговаривал Толстяк, продолжая пробиваться к выходу. Его не то, чтобы нехотя, а как-то растерянок пропускали. Наконец, он вынес Светку на улицу. Саша закричала. — И меня, и меня, я ее подружку. У нее мамы дома нету, никого больше нет. Дядя Толя закричал внизу. — Пропустите подружку, подружка это! Саша вспомнила про Аньку. — Аня, Аня, ты где? Аню еще? Мы втроем пришли. Саша кричала, что есть сил, так что даже горло заболело. Никто не отвечал. Потом ее крик подхватили женщины в разных частях магазина. — Аня, Аня! Наконец, когда дядя Толя вынес Сашу почти к самому тамбуру, от хлебного отдела закричали. — Вот она, сейчас! Дядя Толя поставил Сашу возле Светки, которая уже лежала на земле на чьей-то подстельной кустке. Незнакомая женщина махала перед Светкой руками, будто ей без этого мало на ветру воздуха. Другая женщина аккуратно ощупывала Светки на тельце, вывороченная и жалкая. — Я врач, я знаю, что делаю. — Да вроде целая вся, и пульс есть. Она живая! Женщина радостно вскрикнула и продолжала ощупывать Светку. Когда врач сжала ей левое плечо, Светка вдруг заорала. — Больно? Где больно? Здесь? — заволновалась женщина. Светка ничего не понимала и орала. Она хотела одежнуть руку, но не могла, и только со страха на нее смотрела. — Ну, понятно, — возмущенно вздохнула врач. Рук ребенку сломали. Врач погладила Светку по голове, поправила ей шапку и стала поднимать, холодно на земле. Светка встала и начала озираться по сторонам. — Я на витрину толкнули. — А где Саша? Она смотрела вокруг и плакала. — Я здесь! Саша подошла к Светке со стороны здоровой руки, обняла ее. Светка ведь осталась со сломанной рукой без мамы, без бабушки. У нее даже друзей тут нет. В пансионате она дружила только с Сашей. Остальные ее подружки были из класса и жили по другую сторону железной дороги. — А что сейчас со мной будет? — спросила она сразу всех, кто стоял вокруг нее. — Да скорая помощь приедет, в больницу повезут, — сказала женщина-врач. Саша покрепче сжала Светкину здоровую руку. Та вот вверх сжалась к ней и плакала. — Анька! — вспомнила вдруг Саша. Уже прошло несколько минут, а ее так и не вынесли. Она погладила Светку по целой руке и побежала снова в тамб. Там как раз спускали сверху Аньку, которая выбиралась из магазина так же по головам, как Саше. Никого не выпустили. На руках меня передали. — Ты как? Тебе хлеб дали? — дядь спросила Анька, отряхнулась и проверила рюкзак, который она не потеряла даже в давке. — Я тебя искала. Я с тобой вернулась. Ты не думай и начала оправдываться, Саша. — Искала, говоришь? — Искала. Меня дядь то ли вынес, когда все началось. А потом я по головам вернулась. Тебя кричала. Помнишь, когда тетки всегда заорали? — Аня, Аня, так это я звала. Саша была рада, что нашлось подтверждение. Она ее не бросила. Анька смотрела на Сашу с прищуром. Так страшно, что Саша занервничала. — Я же не виновата, что меня схватили и понесли ее. Тебя оставили. — Да ладно, я слышала, как ты меня звала. Теперь Саша разозлилась. Слышала, почему не ответила. Так я на полу лежала. — Смотри, скорая. — Кому плохо? — спросила всех троих, выглянувшая из машины врач. — Ей, ей плохо. Ей руку сломали в магазине. Саша показала на светку и наклонилась ее приобнять. Женщина в белом халате с оранжевыми губами окинула взглядом толпу. — Зверевы, что ли? — поморщилась она, выходя из машины. На ногах у нее были калоши. Она смачно ступила в снежное месе, а сразу обеими ногами оглядела собравшуюся вокруг них троих толпу. — Где родители? — У нее мама на работе. Проверка какая-то. Быстро нашла Сянка. — А папы у нее нет. Зачем-то вдруг добавила Саша. Тут Светка отвернулась и вытерла здоровой рукой слезы. — Да есть у меня папа. — И где он? — спросил теперь уже врач. Видно, ей очень хотелось найти Светкиных родителей. — Где-где? — На войне. Горько и очень зло сказала Светка. — Если бы он сейчас дома был, показал бы всем. Никто бы мне руку не сломал. Светка снова заплакала. Люди перестали шушукаться и замолчали. Потом какая-то женщина не выдержала. — На какой войне-то? Из Афгана всех уж забрали же ж. — Ну откуда ребенок может знать, что вы такое говорите? — заверещала другая женщина, очень маленькая и даже в пальто худенькая. — Правильно говорит. Нет там наших давно пробурчал мужчина в ватнике на не синем, на зеленого-то коричневым. — Да тише, вы раскудахтались. Толкнул его в бок тот самый толстячок в шапке петушком. — Может, не вернулся отец, а ребенок ждет. — Почему? — Он на другой войне, — тихо ответила Светка. — Э, на какой другой войне? — запищала тоненькая тетенька в пальто. Но врач уже подхватила Светку на руки и понесла в машину. Саша задумывалась. Неужели Светкин папа пропал на войне, а Светка ждет? Это ж когда он должен был уйти, если они все его забыли? Может, брешет?